С 1 апреля россияне получат для расчёта третью форму национальной валюты – цифровой рубль. Его будут выпускать в виде цифрового кода и хранить на электронных кошельках Центробанки. Эмиссии цифрового рубля, учётом финансов и ответственностью за сохранность денежных средств на счетах россиян будет нести Центральный банк России. Так как это третья форма денег, цифровой рубль будет под полной защитой государства. Цифровой рубль создан для того, чтобы сократить долю наличных денег, а также для контроля за расходованием бюджетных средств. Он будет удобен и для покупателей, и для бизнеса. Когда он станет полноправной валютой, его можно использовать для переводов, оплаты товаров, а также как надёжный способ сохранения денежных средств. Также важным аспектом является то, что его можно будет использовать без доступа к интернету. До сих пор точно сказать никто не может, в каких случаях цифровой рубль будет использован. Но уже сейчас можно сказать, что безусловно будет использоваться в расчётах за товары и услуги как для бизнеса, так и для физических лиц. Вопрос в том, насколько его можно будет использовать для чисто финансовых операций, кредитов, депозитов. Пока с этим, я думаю, определённости нет. Эксперты считают, что для бизнеса создание данной национальной валюты будет приносить больше выгоды. У них снизятся расходы на инкассацию, а также на них никак не повлияет банкротство банка, так как средства будут находиться на электронном кошельке. Для физических жилиц почти ничего не поменяется, просто добавится ещё одно платёжное средство. Но самый большой плюс у государства, потому что благодаря внедрению цифрового рубля повысится уровень финансового контроля из-за прозрачности платежей. Внедрение цифрового рубля потребует перестроить многих бизнес-процессов и со стороны банков, и со стороны предприятий. Во-первых, для банков введение цифрового рубля будет означать потерю контроля над значительной частью расчётных счетов предприятий. С другой стороны, самим предприятием будет более спокойно за свои средства. Для бизнеса это более безопасно, чем держать деньги на традиционном расчётном счёте. На данном этапе нет абсолютной уверенности, что новое платёжное средство будет обширно применяться. Возможная невостребованность этой валюты на рынке может замедлить её развитие. Дарья Степанова, Карина Саяхова, Универньюс.